В этом году Донецкий юридический институт гостеприимно открыл свои двери для участников чемпионата по гиревому спорту Министерства внутренних дел Украины среди высших учебных заведений. На базе факультета безопасности дорожного движения Донецкого юридического института соревновались команды представителей из Киева, Донецка, Днепропетровска, Луганска, Львова, Одессы, Харькова. Сами понимаете, что милиция без спорта жить не может. Сотрудник милиции должен быть физически развитым. Вот это один из способов идти к этому развитию и какая-то конкуренция между учебными заведениями с целью того, чтобы вырабатывать какие-то новые технологии для физического развития. Потом мы их внедряем в учебный процесс, в подготовку курсантов, в подготовку работников милиции. В Донецком юридическом институте развитию гиревого спорта уделяется особенное внимание. Несколько лет подряд команды института из гиревого спорта занимают призовые места на спортивных чемпионатах Украины. Команда Донецкого юридического института уже несколько лет подряд входит в тройку лидеров среди команд силовых структур по гиревому спорту. Сегодня впервые Донецкий край, Донецкая земля встречает соревнования данного уровня. Чемпионат МВД среди вузов по гиревому спорту. В соревнования принимали участие чемпионы мира, призеры чемпионата мира, чемпионы Украины по гиревому спорту, заслуженные мастера спорта Украины, а также пока что не отмеченные наградами курсанты высших учебных заведений. Участник команды Донецкого юридического института Станислав Клименко на первом этапе показал лучший результат своей категории. За 10 минут он поднял две 32-килограммовые гири 91 раз. Участвуя в этом соревновании, Станислав рассказал основные правила проведения соревнования. У нас сегодня проходит соревнование по регламенту двоеборья. В него входит толчок и рывок. Два упражнения. Регламент на них дается по 10 минут, ну и с разницей минимум в час-полтора между упражнениями. То есть проходит толчок все участники, а потом проходит рывок после толчка, соответственно. И по сумме двоеборья, то есть плюсуются два упражнения, победителя определяется. Гиревой спорт, по мнению многих участников соревнования, самый демократичный, за что он и стал всенародно любимым. Благодаря его доступности этот вид спорта пользуется неизменной популярностью во всем мире. Гиревой спорт – это давно национальный вид спорта, которым пользовались для развития физической культуры и спорта еще древние наши Руси. Пользовались всегда на массовых гуляниях. Очень популяризация была гиревого спорта. Показывали свою удаль и силу. И в данный момент мне очень приятно, что этот вид спорта прожился в наших внутренних войсках. Он развивает силу, выносливость и мужество. Все участники чемпионата показали высокий уровень мастерства. Все команды должным образом отстаивали честь своего высшего учебного заведения Министерства внутренних дел Украины.